ВЗРЫВ Жительница Москвы, потратившая больше миллиона рублей, чтобы вернуть мужа, сейчас очень хочет узнать, когда же подействует приворот. Но гадалка, запустившая этот магический процесс, уже даже астрально не выходит на связь с бывшей клиенткой. А поэтому задать вопрос ясновидящий решил лично наш корреспондент Никита Плугарь. А в итоге его полураздетого вышвырнули на лестничную клетку. И вот как это было. Как только ясновидящая Мария увидела камеру, сразу поняла, удар подвел. Давай, выходи, говори. Ты что, ненормально? Меня ребенок. Закройте. Покупайтесь, пожалуйста. Ты ненормально? И пока помощница гадалки от камеры убежала в подъезд, сама Мария закрылась в квартире. Наши вопросы оказались духом неугодны. Не дали мне даже одеться в мои вещи. Выбросили буквально на лестничную площадку. Приходится одеваться в спартанских условиях. Потусторонняя сила сразу отошла на второй план. Хотя еще несколько минут назад мне обещали с помощью черной магии решить придуманную специально для сеанса проблему в личной жизни. Здесь я вижу одну женщину, девушку третьего лица, которая делает всевозможные подобные вещи так, чтобы вы вместе с ней не были. То есть ни с кем. Эту девушку или женщину я могу выяснить в течение трюбней и назвать даже имя. А в течение двух недель полностью закрыть все вопросы. Это так быстро получилось? Для того, чтобы тот, кого видит только Мария, начал действовать, нужно заплатить. Цены на обряды словно в магазине. 99 и 199 тысяч рублей. Самый бюджетный, как ни странно, 66. Видимо, из-за черепа на столе. Но скелеты в шкафу этой женщины бросились в глаза не всем. Валентина Насырова от отчаяния обратилась к Марии, чтобы та помогла ей вылечить тяжело больного мужа. В итоге муж умер, а пенсионерка лишилась миллиона рублей. Она гипноз сняла с меня. И я очухлась, когда уже думаю, что же я наделала. Я стала ей говорить, верните мои деньги. Вы мошенница. По словам женщины, во время сеанса ей сказали выпить жидкость, после которой она стала беспомощной, как кукла на веревочках. Говорит, исполняла все указания гадалки, которая, к слову, ищет своих клиентов самым примитивным способом – через объявления в газете. Так расписала. И даже в этот же день она сможет помочь. И по телефону она может даже помочь. И такие броские заявления, по словам пиар-специалиста, который работает с десятком известных астрологов и экстрасенсов, должны сразу отпугнуть клиентов. Когда человек пишет о том, что он поможет от всего, вообще от всего, с любой проблемой приходите ко мне, стопроцентный результат – это, конечно, мошенник. Доказать обратное любой так называемый специалист, работающий с чем-то недоказанным наукой, вряд ли сможет. Чудо не бывает. И это в первую очередь знают шаманы, колдуны и гадалки. Все зависит от клиента, его психологического состояния, которым такие, как Мария, умело манипулируют. И единственное, что может изменить их – это видеокамера и уголовный кодекс. Никита Плугарь, Максим Гаврилец и Борис Маричев. Экстренный вызов.